Шокла Панбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 57-м онлайн занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятие буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бэсша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» под разделе «Видео», а также в группах Абаза Бэсша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бэсша, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами по плану, мы с вами пройдем небольшой диалог. В диалоге мы с вами освоим стандартные фразы культуры речи, связанные со здоровьем. И потом у нас будет раздел грамматики, где мы поспрягаем глаголы в прошлом и в настоящем времени. Итак, давайте теперь приступим к занятию. Первая часть занятия – это диалоги. Диалоги на абазинском языке ай-ча-жараку. Ай-ча-жараку. Давайте не будем терять время и сразу обратим внимание на выделенные буквы. Давайте попробуем напомнить сами себе, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Вот, например, буква Ч. Пишется буква Ч как Ч-В. Ч-В пишется эта буква. Значит, смотрите, как мы запоминаем произношение буквы Ч. Конечно, с помощью слова «постель». Постель на абазинском языке – чарта. Ч-чарта. Да? Мы все это знаем, но на всякий случай мы с вами должны себе это напомнить. Следующий звук, который мы здесь хотим разобрать и напомнить себе его правильное произношение – это звук Ж. Ж. Посмотрите, как пишется звук Ж. Пишется он как Ж-В. Да? Ж-В. Запоминаем мы произношение звука Ж с помощью слова «корова». Корова на абазинском языке – Ж. Последний звук в этом слове, который мы с вами хотим разобрать – это звук Х. К. Запоминаем мы произношение звука К с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке – К. Давайте еще раз обратим внимание на правильное написание звука К. Пишется он как К-В. Да? Произносится как К. Как в слове «крыша». Итак, приступим теперь к самим диалогам. Сейчас я прочитаю. Вы посмотрите, послушайте, попробуйте сопоставить те звуки, которые я произношу, с теми, что вы видите на экране. Сегодня с утра у меня болит голова. Слово «яхча» – сегодня. Здесь мы видим два выделенных звука. Давайте узелим им время и попробуем разобраться с ними. Значит, первый звук – это звук Х. Пишется он как Х-мягкий знак. Произносится как Х. Давайте с вами вспомним, что звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова «золото». Золото на абазинском языке – хапщ. Х-хапщ. Следующий звук, который мы с вами хотим разобрать в этом слове – это звук Ч. Обратим внимание на то, как пишется звук Ч. Пишется он как Ч, палочка, В. Ч – палочка, В – образует звук Ч. Ч. Ча. Произношение звука Ч мы с вами запоминаем с помощью слова «яблоко». Яблоко на абазинском языке – Ча. Чемтищ-тара. Здесь все звуки простые. Нам очень легко прочитать это слово. Следующее слово – С-ха. Моя голова. Ка – голова, С-ха – моя голова, потому что буква С берется из местоимения «я». С-са-ра. Сейчас возвращаемся к букве К. Обращаем внимание на то, что пишется буква К как Х – твердый знак. Х – твердый знак. Запоминаем мы произношение буквы К с помощью слова «шапка». Шапка на абазинском языке. Халпа. Х – халпа. И последнее слово в этом предложении – С-хит. С-хит. Звук Х мы уже разобрали. Напомню, что мы его запоминаем с помощью слова «золото». Х – хапщ. А звук Т – посмотрите на звук Т. Мы его запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке. Т. Т – сова. Пишется Т вот так. Обратим внимание на то, как пишется сам звук Т. Пишется он как Т-палочка. Теперь еще раз читаем предложение. Теперь уже читаем все вместе. Повторяйте за мной. Ях – тжа, чем тиштара, ска, сэхи. Ях – тжа, чем тиштара, ска, сэхи. Сегодня с утра у меня болит голова. Абар – ариакш нахта еж. Абар – ариакш нахта еж. Что это я неправильно произношу? Нахта еж. Звук Х – нахта. Теперь перевод. Вот возьми это лекарство и выпей. Абар – ариакш нахта еж. Теперь разбираем выделенные буквы. Начнем с буквы Х в слове Акш. Звук Х в слове Акш пишется как Х, твердый знак В. Х – твердый знак В образует звук Х. Х мы запоминаем с помощью слова гриб. Х – хар. Да? Х – хар. Х – хар. Теперь, что мы с вами делаем? Переходим к следующему звуку. Следующий звук – это звук Ш. Пишется буква Ш как Ш, В, да? С помощью двух согласных. Ш и В мы получаем звук Ш. Запоминаем мы произношение звука Ш с помощью слова олень. Олень на абазинском языке Шарах. Ш – шарах. Ш – шарах. Следующая буква, которую мы с вами хотим разобрать – это буква Х в слове Нахта. Мы ее видим. Значит, здесь буква Х состоит из двух согласных. Х – В, да? Произносится как Х. Запоминаем мы правильное произношение звука Х с помощью слова червь. Червь на абазинском языке Х. Х – ха. Переходим к слову Еж – выпей. Еж – выпей, да? Значит, звук Ж мы с вами разбираем с помощью слова… Запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Обратим внимание на то, как пишется звук Ж. Пишется он как Ж – В. Ж – В. Итак, теперь, когда мы с вами разобрали выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем правильно это предложение. Абар Ариак Шнахта Йж. Абар Ариак Шнахта Йж. Вот, возьми это лекарство и выпей. Следующее предложение. Исэкушма. Оно мне поможет? Исэкушма. Оно мне поможет? Обратим внимание на звук Х в слове Исэкушма. Да? Обратим на него внимание. И еще раз напомним себе, что звук Х пишется как Х, твердый знак В. Х, твердый знак В, образует звук Х. Звук Х, произношение звука Х мы с вами запоминаем с помощью слова гриб. Гриб на абазинском языке Х. Х, хар. Х, хар. Да? Исэкушма. Оно мне поможет? Исэкушма. Оно мне поможет? Еще раз, два раза прочитали с вами это предложение. Переходим к следующему предложению. Шта, сарай, сэкхат. Шта, сарай, сэкхат. Да, мне помогло. Теперь обращаем внимание на слово Исэкхат. Да? Здесь мы видим два интересных звука. Звук Х и звук Т. Значит, звук Х, еще раз обращаем на него внимание и запоминаем, что звук Х пишется как Х, твердый знак В. Да? Х. Х, твердый знак В. Запоминаем мы произношение звука Х с помощью слова гриб. Гриб на абазинском языке Хар. Х, хар. Звук Т, который мы видим в конце слова, и сэкхат. Звук Т пишется как Т-палочка. Т-палочка, да? Произносится как Т. Запоминаем мы с вами произношение этого слова с помощью слова СОВА. СОВА на абазинском языке Т. Разобрали с вами выделенные буквы. Теперь давайте обратим, еще раз вернемся к предложению и прочитаем его, стараясь правильно произносить выделенные буквы. Шта, сара и сэкхат. Давайте, читайте вместе со мной. Шта, сара и сэкхат. Сара и сэкхат. Да? Перевод. Да, мне помогло. Очень хорошо. Переходим к следующему предложению. Сгот шгяп ста асэцт. Сгот шгяп ста асэцт. Меня тошнит. Дай, пожалуйста, немного воды. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы. Мы с вами начинаем разбирать выделенные буквы с буквы Г. Да? С буквы Г. Буква Г пишется как ГВ. Запоминаем мы ее правильное произношение с помощью слова СЕРДЦЕ. СЕРДЦЕ на абазинском языке Г. Г. Следующая буква, которую мы с вами разберем в этом предложении, это буква Ч. Буква Ч. Букву Ч мы запоминаем... Вернее, произношение буквы Ч мы запоминаем с помощью слова ПОСТЕЛЬ. ПОСТЕЛЬ на абазинском языке ЧАРТА. Ч. ЧАРТА. Давайте обратим внимание на то, как пишется буква Ч. Она состоит из двух согласных ЧВ. Вот как она пишется. ЧВ образует звук Ч. Ч. ЧАРТА. Следующий звук – это звук ГЕ. Пишется как Г-мехкий знак. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова ЧАБРЕЦ. ГЕ-ГИН. ГЕ-ГИН. ЧГЯ. В слове ЧГЯ мы видим звук ПО в конце слова. Звук ПО пишется как ПО-ПАЛОЧКА. ПО-ПАЛОЧКА. Это звук ПО. Мы его запоминаем с помощью слова КЛЮКВА. КЛЮКВА на абазинском языке. ПРП. П. ПРП. Да? Значит, звук ПО мы с вами запоминаем с помощью слова КЛЮКВА. Переходим к следующему звуку. Это звук ДЗ. Пишется как ДЗ. ДЗ образует звук ДЗ. Мы с вами запоминаем произношение звука ДЗ с помощью слова ВОДА. ВОДА на абазинском языке ДЗ. ДЗ. Переходим к слову, к букве Т. Мы не раз на сегодняшнем занятии встречали эту букву, но тем не менее мы не будем проходить мимо. Еще раз остановимся на ней. Быстренько напомним себе, что звук Т произносится как Т. Да? И мы запоминаем произношение буквы Т с помощью слова СОВА. СОВА на абазинском языке Т. Следующая буква – это буква О. Посмотрите, как она пишется. Не самая простая буква, да, в абазинском алфавите. Звук. Буква О пишется как К-палочка В. К-палочка В образует звук О. Как в слове КОМЖ. О-ОМЖ. Что такое КОМЖ? Это национальная мужская абазинская одежда. О-ОМЖ. Еще раз давайте обратим внимание, как пишется звук КО. Звук О пишется как К-палочка В. К-палочка В. Давайте постараемся запомнить это. Следующая буква, которую мы с вами разберем в этом предложении – это буква Г. Пишется как Г-палочка. Мы ее запоминаем с помощью слова ВЕСНА. Весна на абазинском языке. ХАПНЫ. ХАПНЫ. Вот, теперь мы с вами славно потрудились, разобрали все выделенные буквы. Теперь нам гораздо проще будет прочитать это предложение, в котором немало таких вот непростых для произношения букв. Давайте приступим. И это лекарство тоже выпить. Тошнота пройдет. Теперь, что мы делаем? Еще раз разбираем выделенные буквы. Значит, буква Х. Посмотрите, когда пишется Х твердый знак В. Х твердый знак В. Это буква Х. Произношение буквы Х мы с вами знаем из слова ГРИП. ГРИП на абазинском языке. ХАРП. ХАПНЫ. Следующая буква Ж. Ш. ШАРАХ. Следующая буква ГЕ. 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 Переходим к слову ЕЖ. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова КОРОВА. Ж. КОРОВА. Следующая буква – это буква Г. Г. ГУГ. Мы запоминаем с помощью слова СЕРЦЕ. СЕРЦЕ на абазинском языке Г. Посмотрите на слово ХНАРДЗАХУАШТ. ХНАРДЗАХУАШТ. Да. Звук Х мы запоминаем с помощью слова ШАПКА. ХЛПА. Звук Д мы запоминаем с помощью слова ВОДА. Д. И звук Т с помощью слова СОВА. Т. Очень хорошо разобрали все выделенные буквы. Теперь еще раз читаем предложение. И это лекарство тоже выпей. Тошнота пройдет. Очень хорошо потрудились, отлично. Разобрали с вами этот непростой диалог. Теперь самое время перейти к грамматике. Значит, что мы с вами сегодня будем разбирать в части грамматики? Мы с вами разберем глаголы типа «чмазахара» – «заболеть» и «бзихахара» – «выздороветь». Вот глаголы такого типа. Они употребляются самостоятельно и обычно не требуют дополнений. Надо запомнить, как они спрягаются в настоящем и прошедшем временах. Имеется в виду совершенного вида. Итак, сейчас мы с вами просто... Я ознакомлю вас с тем, как глаголы подобного вида спрягаются в настоящем времени. Сначала в настоящем времени, потом в прошедшем. Это нужно просто знать и запомнить. Итак, склоняем глагол «чмазахара». Сара, да? Сара с чмазавет. Я болею. Сара с чмазавет. Я болею. Уара у чмазавет. Ты болеешь. Бараб чмазавет. Ты болеешь. Да? То есть уара у чмазавет. Мы обращаемся к мужчине. Вара. Бара, почему он зовет? Мы обращаемся к женщине, к девушке, к лицу женского пола. Давайте обратим внимание, мы это с вами уже проходили, мы это знаем, но мы на всякий случай. Посмотрите, как интересно, да, вот мы используем местоимения, личные местоимения я, ты, да, сара, вара, бара, вара и вара, это личные местоимения, ты отличаются только тем, что вара это обращение к мужчине, а вара это обращение к женщине. Мало того, что мы говорим, что я заболел, так мы еще прибавляем частичку с, да, вот как в первом случае, например, сара с чмазавет. Это дополнительно показывает, что речь идет обо мне, да, что это именно я заболел. Когда мы говорим вара у чмазавет, мы еще и в глаголе показываем, что, прибавляя букву У из местоимения вара, мы дополнительно показываем, что речь идет о тебе, именно ты заболел, болеешь, вернее, в настоящее время. Еще раз повторяем. Сара с чмазавет, я болею. Вара у чмазавет, ты болеешь, да. Вара у чмазавет, ты болеешь уже по отношению к женщине. Теперь разберем выделенные буквы. Обратите внимание на вот желтенькую букву, букву В. Пишется она как Г-палочка В. Г-палочка В. Произносится как В. Мы с вами запоминаем произношение буквы В с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке Вя-ра. В-я-ра. И следующая буква, которую мы с вами разберем. Это звук, это буква П. Пишется как П-палочка, а произносится как П, да. Произносим мы ее как П. Запоминаем произношение буквы П с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке П-р-п-р-п. Следующая. Я рад чмазавет, он болеет, да. Я рад чмазавет, он болеет. Сейчас это мы разбираем спряжение глаголы чмазав-хара в настоящем времени. Я рад чмазавет, ларад чмазавет, она болеет. Харах чмазавет, мы болеем, да. Еще раз. Я рад чмазавет, это он болеет. Ларад чмазавет, это она болеет. Харах чмазавет, это мы болеем. Разберем теперь выделенные буквы. Буква В, мы ее уже разбирали на предыдущем слайде. Мы просто напомним себе, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение этой буквы. Это слово гнездо. Гнездо на абазинском языке – вя-ра. То есть произношение буквы В мы запоминаем с помощью слова гнездо. В-я-ра. Звук П мы запоминаем с помощью слова пр-п. Клюква П-п-рп. И произношение буквы Х, которая пишется как Х-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке – ха. Х, ха, да? И еще доспрягаем этот глагол в настоящем времени. Шараш чмазавет, вы болеете. Дарач мазавет, они болеют. Шараш чмазавет, вы болеете. Дарач мазавет, они болеют. Теперь разберем выделенные буквы. Букву Ш. Мы с вами запоминаем с помощью слова олень. Ш-шарах. Букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо. В-вера и букву П с помощью слова клюква. П-п-рп. Итак, шараш чмазавет, дарач мазавет. Вы болеете, они болеют, соответственно. Переходим к спряжению этого глагола в прошедшем времени. Сараш чмазавет. Если было сараш чмазавет, стало сараш чмазавет. Харах чмазавет. Это мы спрягаем глагол чмазавхара в прошедшем времени. Сараш чмазавет – это я заболел. Харах чмазавет – это мы заболели. Или мы болели в прошедшее время. Мы были больны. Уарауч мазавхат – ты болел по отношению к мужчине. Теперь разберем выделенные буквы. И напомним себе, что букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо. В-вера. В-вера. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т, да? Т палочка произносится как в слове т, сова. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Х, ха. Пишется звук х, как х палочка. Бараб чмазавхат. Ты заболела. Ты болела. По отношению к женщине. Я рад чмазавхат. Он болел, был болен. Ла рад чмазавхат. Она. Она была больна или она болела. Бараб чмазавхат. Я рад чмазавхат. Ла рад чмазавхат. Теперь обратим внимание на выделенные буквы и напомним себе, что звук В мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. А звук Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Т, да? Еще раз прочитаем слова на слайде. Бараб чмазавхат. Я рад чмазавхат. Ла рад чмазавхат. И еще последний, да? Шараш чмазавхат. Дара чмазавхат. Шараш чмазавхат. Вы болели. Дара чмазавхат. Они болели или были больны, да? Напомним себе, что звук Ш мы запоминаем с помощью слова олень в шишарах. Звук В мы запоминаем с помощью слова гнездо. В, 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 ра. И звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Очень хорошо, молодцы, отлично поработали. Сегодня мы с вами хорошо потрудились. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org, в разделе языки Абаза, подразделе видео. А также в группах Абаза Безжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube канал Алашара и YouTube канал Абаза Безжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Алах чсарасха.